Персональная выставка – это большое событие для художника. Показать самые яркие работы зрителю мечтают как молодые таланты, так и мастера изобразительного искусства. Художник Анатолий Зеленцов, как и многие коллеги по цеху, мечтал о персональной выставке. Только вот воплотить эту творческую идею в жизнь смогли его друзья и близкие, уже после смерти известного Саровского художника. Не было у него большой персональной никогда, хотя работал он очень много. У него работы уходили из-за границы, много уезжало в Санкт-Петербург, Москву, в другие города России. И Толя как-то в разговоре мне сказал, конечно, я бы мечтал увидеть эти работы вместе на большой выставке. Но это он говорил так, тихо, потому что он не верил никогда. И просто некогда было, потому что жизнь такая тяжелая, в общем-то, у художника. Анатолий Зеленцов писал картины в техниках темперной и масляной живописи. Предпочтение отдавал пастели. Именно в этой технике Анатолий Зеленцов написал множество пейзажей родного города. Здесь Саров предстает в разное совершенно время года. И зимой, и осенью, и летом. Где, казалось бы, вот такой сиюминутный взгляд на город запечатлевает художник в своей работе, и он остается. Значимая часть выставки – это работы из джазовой серии художника. Анатолий Зеленцов увлекался русским авангардом. Это направление нашло отображение в картинах автора. Ракурсы, развороты, композиции, которые не копируют, а просто вот как мы влюбляемся в музыку, как мы влюбляемся в цвет, как мы влюбляемся в пейзаж. Вот точно так же он работал с этой темой. Вечер памяти Анатолия Зеленцова превратила зал художественной галереи в настоящую творческую мастерскую. Близкие актеры, музыканты и поэты делились со зрителями самыми яркими воспоминаниями о талантливом художнике. Увидеть выставку рисунки в стиле джаз можно будет до конца лета. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.